Поехали до птичьей, взбираемся в горку. Горка тяжелая. А будет еще тяжелее. Будет еще тяжелее. Мда. Природа. Прекрасно. Я не люблю этих комаров. Надо было попшикаться. Сейчас еще клещей нацепляем. Ребята, кошка улица. Что за место? Каждый раз из него выползаем. Адок. Как сказал бы Денисенко. А какой-то адок. Охренанно в него леется. Наверх как-нибудь. Каждый раз отмой тоже. Достало это место. Каждый раз. Порьемся как олени. Комары тут одни комары. Комаринь. Сплошной комаринь. Кусает. Сволочи. Сволочи кусают. Сейчас вот напшикаюсь. Лезу. Одолевая паразиты. Сволочи. Сволочи комары. Сволочи комары. Сволочи комары. Сволочи комары. Ох까. Ох. Но сорвалите что ли. Перестает. Ох. Сразу хлопом от по телу мыная. Кусали комары. ну валить отсюда валить отсюда страшные комары так погнали прекрасно идем там сейчас будет тяжелый подъем так 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 аккуратно стоп 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 перехожу так перестал еще давай стоп стоп поскользнусь так вперед 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 все вырвались вот наше место вырвались оттуда конечно ничего то не упрости это место темы прекрасно как ни крути женек женек рассказываю тему рассказываю значит как вот когда ночь у тебя донимают комары как уничтожить отказывал некому мужик один знакомый но я не буду говорить кто за секретченная личность он даже не он очень взрослый это не бабу ну вот его не узнаешь короче дело это очень важно начали накрываешься одеялом и надо полночи донимают и надо хорошо потому что жара хорошо пропать когда ты хорошо пропотел очень любит тогда их много ты должен быть голый очень важно голый и тогда ты берешь и вот когда ты пропотел и голый ты берешь и поднимаешь одеяло вот так руки и ноги поднимаешь и натягиваешь его вот так вот и комары почему зачем объясняют они лезут под одеяло тебя кусают и тогда ты резко выпускаешь и катаешься и ты многих уничтожаешь и за несколько раз ты уничтожаешь всех это технология которую Игорь ты знал такую технологию я люблю ее Потому что они не любят туда тащиться, в эту голову свернуть. А и мы можем тут свернуть легко голову. Сейчас ребята поедут, а я их засниму. Вот они поехали, маленькие будут сейчас. Вот там они едут. Вот Глеб. Это Глеб. Все, остановились. Логический тупик. А я и арбуз везу с собой, и все. Помню, как тут рамп на татвайке забурился и меня проклинал. Это был первый день его, татвайка, первая тестировка. И он тут грызит, тут была грязь тогда. Забурился. Я тебя ненавижу. Я тебя ненавижу, говорил он. Вот. Поехали мы до нашего места, затянулись. Там большой обрыв, как всегда. Это место, в принципе, хорошее, роскошность кидает. А здесь попались комары. Решили есть арбуз по центру. Натянули цент за комарников. Здесь спрятали. Только нас не ели комары. Молодцы. И сейчас я туда тоже полезу. А нас заснимай. Не-не, тут где-нибудь. В инстаграме только Денисенко. Али не полезу. Что это такое? Это звук? Это тароед? Тароед. 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 Интересно, да. Это он летает. Тароед. Тароед. Ну вот. Тароед. Тароед. Улучшитесь. Мы идем купаться. Гораз там хорошая здесь. Где мы были. Вот там мы были. Сюда. В эту сторону, кстати, я к купаться еще не ходил никогда. Как-то все не до того. Приезжали мы сюда не в то время. Тароед. Не уезжай. Иди, Алина, мы сейчас снимаем экшен. Блин, это другое, это как тебя спасать потом будут, и не спасут. Молодость. Это дикость. Отлетел он хорошо, нормально, отлетел, хорошо, отлетел. Робу свело. Робу свело, и руку скрючил. Нормально, все, надо выткать. Я до благостойкости корпуса, я до благостойкости сваливаю. Не надо. Сейчас будем делать эксперимент, сейчас Серега будет крутить до Минска как зверь. И вот до Минска, 5 часов действует. Ты даже особо не почувствуешь, у тебя просто будет такой дышь. Так это 50 км хватит. Так, сейчас мы ему сделаем два колпачка и все. Хочешь попробовать? Гуарана. Это как кофе, только в несколько раз мочнее. Маслое применение гуарана. Так, вот этого достаточно количества воды. Могу? Сейчас мы сделаем, подожди. Сколько вот в этом воде? Ну вот, хватит. Ну это да. Я и все выпью. Я и все выпью. Все выпью. Слушай, давай еще три. Не надо. Я в деревне сейчас мотаюсь. Нет, тогда надо на несколько приемов. На несколько приемов, понимаешь? Очень хорошо, когда вот спать хочется, когда вот ночь тебе надо ехать всю ночь, и ты уже засыпаешь, тебя уже шатается. Слушай, у меня сегодня на ночь это нужно засыпаешь. Ну возьми с тобой еще, вот сейчас выпьешь и забодяжь тебе еще тогда. И все, и тогда ты будешь бодрый тогда бегать, еще всем говорить. А сейчас наоборот, появится вот так чуть-чуть, пройдет минут 15-20, идук. Ну-ка надо вломить побыстрее. Только главное не порвать. Налей воды еще туда чуть-чуть, я сейчас забодяжу еще. Ты ему дай, дай. Я не знаю. Сейчас у Глеба появится сверхсила. Ты выжигаешь жиры, там резервы все. Она не сжигает жиры. Просто ты, когда ты уже не поел, например, у тебя уже сил мало, а откуда тогда, откуда организм берет эту силу? Это все выпивать, да? Да, выпиваешь. Откуда организм берет эту силу? Из твоих резервов. Поэтому она и сжигает жиры, потому что она на 5 часов, ты еще это, но кушать ты надо потом все равно ест. Ну просто, конечно, если ты будешь вновь крутить, как я так вот у меня, и уходит. Он и так, и так уходит. У меня-то водичка с медиком была. Вообще, я сейчас вообще ломан. Сейчас мы тебе еще раз... Не, она такая противная. Горище-то будет. Горище-то будет. Горище-то будет. Горище-то будет. Поэтому я и добавил. Типа не как голова кружится, а как немножко такое... Ну-о-о, тогда она тебе, как Женек бы сказал, бустнула. Стамина у тебя потихоньку начинает бустить. И все, и вот она сейчас даст энергию. А у тебя, Селега, нет такого эффекта? Никакого. У тебя как на лося ударную дозу. Особо не спешим, но проезжаем. Тут комары. Да, останавливаться нельзя вообще. Останавливаться нельзя. Пусть догоняют нас. Ну что, Серега? Давай, гуарана действует, я вижу на тебя. Круги наворачиваешь. Это Глеб тоже, кстати. Последствия гуараны, видишь? Разогнался, туда пронесся, обратно. Ему энергия появляется как бы, и он ее не очень... А мозг-то не очень контролирует. Вот у меня сила, понимаешь, появилась. Так бы, если бы ты сейчас ехал, вот как я сейчас, ты бы уже не очень так думал. А-а-а, что-то я... Ладно, надо потиху ехать. А так у тебя как бы ты пуй выпил, и у тебя уже вроде как бодрячок, и тебе надо как бы и тут порисоваться, пороситься сюда. Это гуарана действует, да. Я это уже все проверил за месяц, освоил все варианты. Но основной плюс, я считаю, то, что она не дает настроение уходить вниз. То есть так, настроение кретинское такое, бодрычок. Так, нормально вроде как, нормально. Думаешь, тут какая-то хрень. Нормально. Сейчас я ничуть не машину не подбил. Нормально, весело. И все, едешь. Пусть Игорь расскажет. А у тебя какая, Игорь, история? Ну, если донимают комары, то ты вот лежишь под одеялом. Так. И ты должен дождаться, пока, судя по звуку, он приближится к твоей роже или чего. И ты тогда берешь... А-а-а. И тут, ну, вот ты под одеялом лежишь и делаешь такую щель, чтобы как бы вовнутрь было, ну, возле лица. Так. И когда чувствуешь, что он подлетает, ты ногами вот так, оп! И из-за этого действия у тебя под одеялом образуется жидкий вакуум, который подтягивает твоего комара, который был у тебя под одеялом. И, ну, тоже расскажу историю. история и тогда он уже у тебя в плену и там можешь уже я взял его в плен не но это дикая конечно история но я не думал что может вакуум его всосать прямо туда не неужели может такое быть работало одеяло как присоска или я такого не ожидал так а как это женек объясни может ли вакуум так смотри ты создаешь разряжение под одеялом и зоны высокого давления снаружи воздуху стремятся зоны иска вот тебе пожалуйста все ну да вот и все что я вам могу сказать беды не тают одни улетают но где-то надежда машет рукой время пропчится и что не случится ночью безбрежны и нет покоя это красное солнце замазал черной гважью и белый день замазал черной гважью а черная ночи без того черно кто-то все не черное черной гважью мажет но в черном огне кто-то белой косынкой машет и эта косынка и старикаметно беды не тают одни улетают но где-то одежда машет рукой время пропчится и что не случится ночью безбрежны и нет покоя вот уж не стало зеленой травы под ногами и не стало желтой травы под ногами и не стало синего неба над головой да за черными взялся за черное дело руками а пока в темноте мелькает белое пламя ничего не может случиться со мной беды не тают одни улетают но где-то надежда машет рукой время пропчится и что не случится ночью безбрежны и нет покоя но где-то надежда машет рукой